так всем привет движение похоже сейчас возможно ливанет или мимо пройдет вон такая гроза там уже льет там вообще черная . может быть и дойдет сюда но мы чем и чуть-чуть занимаемся делами по дому решил обрезку сделать деревьев сегодня хоть хоть что-то начал если у начал тоже пойдет дальше вот те надо будет обрезать вот эти подрезать немного тоже и вот здесь вот кустики подрезаю здесь хочу сравнять чтобы не было выше крыши а то как-то некрасиво вот на уровне с теми елками будет такая у меня чуть-чуть работ ну и может быть виноград обрежу если уже до него время хватит его хочу обрезать так отдельно чтобы было на него время и желательно что было теплее вот вот такая вот у нас сегодня суббота трак компанических компаний место пустует как видно диданчик сегодня прогревали его уже вот что раз в неделю два раза в месяц три раза как получается прогревая его проезжали не хватает на нем гонять место вперед назад чтобы сальники все смазывались чтобы ничего не отсохло там вот короче берегу его как зеницу ок когда-то пригодится не для меня так для продажи будет товарный свежий вид хороший вот пришел человек посмотрел завелся работает все нормально а нету не буду продавать его же можно оформить как над for hire есть такое тоже надо пойти в день вы узнать и повесить на него номера и просто ездить как машина обычная но она не будет как коммершал вот как кемпер что ли можно его сделать запросто на рыбалку можно на нем ехать слипер есть вот и все такие дела следим за движением ждем грозу может быть до нас дойдет уже ветер подымается мы будем пока дальше обрезать короче вот так вот так хочу поменять масло honda сестренки вот и пошел дождик чуть чуть позднее правда сейчас такая свежесть будет так honda accord здесь значит уже заменили коробку honda accord есть проблема заводская вот на эта коробка трансмиссия от нее здесь на ней 120 тысяч тысяч она прошла и начала как это назвать начала лампочка у него гореть и лампочка моргает драйв и она начала стучать что ли ну при разгоне она стала sleeping это называется засыпает короче вот наоборот и подымаются высокой потом бах бьет в общем пришло время поменяли а значит тоже благодаря парнишке знакомый который занимается машинами давид резин вот он поменял но тоже попадались и значит коробки он заказывает где-то с пенсильвани или откуда они приходят или с флориды с флориды в общем сказал что это по моему эту трансмиссию поставил он сюда уже третью наверно то есть там где он берет их они приходят они все новые как сказать новые с маленьким пробегом до 35 тысяч до 50 тысяч не больше вот на этой коробке вас нам которые проходили все до 30 тысяч пробега говорит потому что япония вот машины утилизирует которые достигают 50 тысяч пробега майлов я не знаю там километр или майлы это надо уточнить мои подписчики подскажут я думаю да ребят кто следит когда я что-то не знаю мне подсказывать спасибо а вот то 2 по моему приходила он отправил то есть он два раза ставил снимал то есть были аналогичные проблемы он ставит заводит лампочка де моргает все негодное снимает отправляет назад вот пришла другая тоже самая проблема и вот только уже третье пришла которая уже как говорится он все подключил поставил все сенсоры все лампочка не моргает четко все переключается и получается у этой honda accord у нее мотор проблем нет с мотором то есть моторы ходовые они доходят до 300 тысяч майла без проблем но коробка у них вот такая вот барахлянская 120 тысяч все и у кого 150 разница есть разница кто-то до 150 доезжает и так ездит вот так ездить нельзя но когда-то заклинит потому что она начинает сильно стучать на светофорах и вообще дергается сильно в общем невыносимо было вот а вообще машинка это хорошая это я сестренки покупал когда она приехала вот они до сих пор ходовые цены на них просто нереально они не падают то есть реально реально нереально не падает машина 2000 2000 года 2001 года а цены на нее четыре с половиной пять тысяч стоят потому что это honda вот и все honda accord именно вот такая вот вот сейчас мы будем менять масло надо фару поменять когда-то раскошелиться вот здесь что-то где-то треснула наверно я думаю где-то треснула и и этот пыль попадает и все смотри там песка сколько уже где-то пыль попадает герметик где-то наверно слетел или чего не знаю в общем запылилась да вот сейчас поменяю масло посмотрю это вот когда он поменял я еще сюда не заглядывал она не подъезжала ну вот время пришло сейчас посмотрим на что-то я смотрю здесь столько копоти не пойму что это такое откуда это все шурует или это все с того что его надо помыть что-то он не давит рассказывал такое может быть ее надо помыть мотор потому что видно с осадок осадков очень много вот это вся вся вам какая непонятно короче чем дело интересно будем менять масло такие дела у вас ну что друзья всем привет доброе утро добрый вечер кто смотрит доброй ночи чтобы где не находился всем желаю всего самого хорошего и наилучшего нахожусь я на ярде в трой-сити штат вашингтон делали питья и проверили масло сейчас будем заводить долили немножко чуть-чуть совсем вот нажимаем сцепление есть контакт вот в выбран выбран да водоразвуд все он и он и кофе тут недалеко продается ребята кто в траке по траке спросите кинька кафе здесь ногу все знаете где-то находится да очень вкусно я беру ватчак латхат латым ватчак латхат можно же добавить обороты закрывать капот дима тоже уже питья и сделал будет отъезжать и 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 Воздух, острый воздух. Горячий воздух включаем. Так, нахожусь я в Мотаве, привез бутылки сюда, вот, трак Вольво, овнерский вариант, думаю, что это наш русский человек, у него такие вот габаритные огни сзади, очень приделанный, вот, красивый, да, все сделано как надо, Айдаху, никелированный, не знаю, посмотрим, красивый трак у тебя, это твой или компанейский, ну, неважно, редкостный такой трейлер овнерский, да, ну, в основном мало кто-то делает, я студент, да ладно, студент, я снимаю просто видео, ты не против, да, на YouTube поставлю, у меня свой канал есть, такие траки редко попадаются, ну, с таким трейлером, с такими габаритными огнями, вот, эту компанию я где-то уже видел много раз, здесь, по Вашингтону, все разного, да, цвета, или все желтого, да, а компания в Портленде находится, понятно, а как тебе нравится D-13? А куда деваться, что дали, на то мы едем, да, ну, как студент, ты говоришь, ты студент, сколько лет уже студент? Да, я пока начал. Серьезно? Ну, удачи тебе тогда. Спасибо. А ты на своем? Да, я пока на компанийском ездию, вот. Ну, салют старенький, чтобы локбуки не рисовать? Нет, этот с локбуком, с электронным, это первого года. А, уже первого, никак. Да. 99-й мотор, не надо локбук. Можно и на 17-го года трак поставить, 99-й мотор и локбук не надо. Глайдер. Глайдер? Да. Такие дела. А что ты говоришь, редкие? Потому что они есть, но это, видишь, никелировка набита сверху, это овнерский вариант такой, и спредаксел у тебя, у тебя тендем задний, они у тебя двигаются, как хочешь. Ты их и не движешь. Ты можешь их и не двигать, но они двигаются, то есть, это рефрижератор, не так, как у меня 2 колеса слайдуется, только вперед-назад, здесь отдельно слайдуется, одна остается, одна вперед-назад, в зависимости, куда больше загрузили, потому что, если бывает, рефрижератор яблоки грузят, там, бывает, морепродукты грузят, но там где-то спереди легко, сзади тяжело, и вот раздвигаешь, сдвигаешь, куда тебе удобно. Или напередь тяжело сильно, вот ту акселу взял, как можно вперед ее сдвинул, а тут там оставил, например. Мне еще ничего не рассказали. Когда ты делаешь спред, ты можешь брать 40 тысяч паунтов назад, по сути, 20 и 20. Пока 82 тысяч. Ну, 40 тысяч паунтов, чтобы давило туда, и сюда 34. У меня, ну, да, но тогда пермит надо, ну, по идее, 80 тысяч, да, я имею в виду, что плюс. Когда у меня тендам вместе акса, я только 34 могу ставить. 34 и все, не больше. А когда ты раздвигаешь спред, ты делаешь бридж, ты делаешь, как сказать, вот расстояние между ними, и ты можешь брать уже ссор. Я когда работал на флотбете, то я знаю. На флотбете они в основном такие идут. Ну, да, я такой тревог. Со спредом. И 48 фит в основном будет. Да, 48 фит, но я под 40 старался не брать, потому что если где-то будет 21 или 20 500, это будет овер. Надо, чтобы было 18 500, 19 на каждую акселу, и тогда хорошо. Получается, что я брал 38 назад. Чтобы 38 назад давит, и здесь где-то спереди 33. Ну, все, и едешь себе. Ну, если это больше 80 тысяч, надо иметь пермиты, конечно, да. Ну, да. Вот. А если у тебя прорейты на 80 тысяч, то только 80. Больше ты не возьмешь. Ты можешь просто взять 40 назад, а спереди, чтобы было легко. Но главное, чтобы не превышало 80. Ну, да. Вот такие дела. Вот. А ты что, будешь ждать груз в следующий? Да, есть. У меня в Массаслейке в 12 часов пикат. А, окей. Ясно. А у меня в Бордмане. Опять надо возвращаться туда. Да. Какого года машина? 16-й, да? Наверное. Автомат, коробка? Да. Ну, вот. У нас на Яр тоже пригнали. Только что, вот. Вчера недавно такой же. Зеленого цвета, правда. Тоже 16-й год, коробка автомат. Так. Ну, я, конечно, не фанат Вольво, но... Да и многие другие тоже. Просто, что она чистая, красивая. Мне больше трейлер нравится. Все, что мне нравится, это трейлер. Такой бы драйвенчик. Будет вообще классно. А когда-то, может быть. Так. Вот. Поговорил с человеком. Оказалось, что это... Работает драйвером на одного парня. Или дядьку уже, так сказать. Его родственники живут в России. Оказалось, что я их знаю. Сам у него работал когда-то на стройке. Его родной брат. Да их здесь три брата, наверное, живут. Вот. Так что, такие дела. Буду знать, что это теперь. Чья это компания. Меня почти уже, наверное, выгрузили. Такая здесь яма. О, как тут траки. Буксуют. Видно уже. Яма такая вышкребанная. Как раз это колесо ведущее. Вот это колесо, оно ведущее одно. Чуть-чуть осталось. Три балеты и будем выезжать. Друзья, привет. Значит, подъезжаю я к границе с Орегоном. По 300, так... Ну, это 395-й и 82-й вместе. Мост никак еще не сделают. Мост никак еще не сделают. Его начали... Когда прошло весной, вот уже год, как дорога здесь закрыта на мост. Так вот, радар стоит, замеряет скорость. Нужно ехать не больше 40. Река... Река Колумбия. Плотина. Ее там почти не видно будет слева. Ну, здесь, правда, была очень-очень плохая дорога на мосту. С Вашингтона в Орегон въезжаем. Нас разделяет речка Колумбия. За счет плотин, она такая вот широкая. Вот так, движение перевели в одну сторону. Навстречу фривей. Я думаю, что его в этом году должны закончить. Его просто ремонтируют. Он, как бы, старый мост, видимо, очень давнишний. Вот. Этот, по которому мы едем, построили уже позже. И разделили фривей. А здесь этот мост, наверное, существовал очень давно. И настолько разбился, что его решили просто уже пофиксить. Снять, видимо, все старое. Залевать полностью новое. Железной конструкцией мост полностью. И из-за этого моста мы не попадаем на весы, которые лежат на фривее. Прискейл, так сказать. Вот. Которые дают нам байпас. Если мы легкие, нет тяжелого, то оно дает зеленую лампочку и нам вперед. А так как мы не попадаем на них, они остаются вот в стороне. Вон там, видно радары. Скенеры, вернее. Все. На скейл не попадаешь. И приходится заезжать на открытый V-station. Потому что в данном случае мы и делаем V-station открытый. И мы заезжаем. Но в Орегоне так. Если ты пустой, дается байпас. Значит, empty. Трак байпас. Там выбираешь или слева ты хочешь, или справа проехать. Вот. И проезжаешь на байпас. Заехали мы в Юматилу. Всем вам это уже известное место. Я здесь не один раз уже был, снимал, показывал. Я здесь в основном каждый день, через день, так сказать, ездию тут. Тут даже знакомые траки попадаются. Например, такие, как этот синий. Почти не видно. Локальный. V-station открытый, заезжаем. Я наушники сниму, потому что они в бинокль, бывает, смотрят. Хотя я ничего уже нелегального не делаю. Но, тем не менее, я лучше сниму. Так буду снимать. Берем байпас. Вот тут был знак. И здесь я потихоньку проезжаю. Хотя они, если захотят, они могут и отсюда попросить. И такое бывает тоже, если захотят. Хорошо, когда можно спрятаться за траком. Но в данном случае нет у меня сбоку трака. Вот. Я на виду. Получается, проезжаю. По всей видимости, женщина сидит. Вот. Что, зелененькая и ничего не дала. Это хорошо. Хорошо. Извиняюсь за шум, только что, который был руками. Доставал наушник. Ну и вот такая вот тут вот линия потом выстраивается. Ну вот, на выезд. Спасибо. Продолжение следует... 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 для меня когда я первый раз приехал 10 лет назад для меня это было интересно я догадался понял что это что то что то вроде бы того что считают сколько машин то ли за день проходит то ли за неделю как увеличивается трафик или как потому что они разложены на четырех перекрестках сейчас сейчас они замеряют в данном случае здесь замеряют и поворот поворот вон там замеряют налево потому что туда дальше я не не слышу что было прямо вот налево есть неподалеку потом прямо у светофора есть на светофоре опять налево опять есть и по моему направо тоже есть в общем они их тут разложили в нескольких местах еще внизу на бомбинг рейндж сам внизу перед городом там тоже есть короче они замеряют сколько машин заходит сейчас в данный момент наверное вот в эту эрию потому что тут неподалеку они расстроили дома и смотрят как увеличивается трафик и по сути они потом вот расширяют дороги или увеличивают дороги разъезды стараются сделать но они должны по сути сделать продолжить Белмонт улицу Белмонт они должны соединить с Ван Гизин может тогда когда-то я уже буду ну может быть как-то напрямую ехать хотя это будет видно через эти все дома ну посмотрим когда они ее сделают посмотрим хотя бы в одну сторону буду ехать чуть-чуть короче чем объезжать вокруг весь Сабдивижн ну вот такие вот дела приехал домой завтра поеду на Кент а вот как там они смотрятся елочки я с ними в субботу работал подрезал их края эту длинную сделал немножко округлил ее посрезал так чтобы не было сильно в разные стороны и те подровнял под конусы чтобы было видно крышу а то они начинали заходить за крышу как-то некрасиво в общем такие вот дела все всем пока всем всего наилучшего хорошего ну вот товарищ приехал ДВМ как-то часто они мне стали попадаться Славик Славик приехал а что он приехал сюда интересно уже Дрейвена зацепил водичку водичку наверное будет славко или за водой или за парцем славко привет ты попался да как дела славик заезжает тоже берет парцем это мой подписчик вот тогда он был на белой вольве с рефрижератором сейчас ему выдали Дрейвен и вот это 16-го года Вольво 32 тысячи пробегов всего там оказалось а представь Андрей где-то на дилерской стояла говорит 32 тысячи всего 30 тысяч пробегов взяли они было или 29 что-то такое в общем вопрос за сколько они купили конечно но это такая Middle Roof D12 я так понял или D13 D13 наверное сейчас посмотрим ну это так сказать Middle Roof мне нравятся такие машины они легкие вот если ты ездишь в соло сам легко какой-то груз тяжелый попался наперед можно побольше взять смело 47 тысяч можно брать наперед с моей столько не возьмешь и то я еще так беру до 45 вот там крыши считай нету она облегченная вот такая вот машина она да это D13 D13 вишневого цвета красивая ну не знаю мне старушка больше нравится по виду кому как узкопрофильные фары красивее ну для меня во всяком случае England drivers что-то не рассчитали жаль оба были в траке PTI делали и не заметили что у них не за не застегнутые ай короче комедия с этими CR England тут вот он застрял колесо и буксовал так Mr. Sprinter Company подпал в YouTube со своими траками их не видно да м как ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА